МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лавров считает, что произнесенные турецкими политиками слова об огорчении и сожалении не отвечают степени серьезности происшедшего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лидер радикальной партии Украины Олег Лешко обрушился с обвинениями в адрес власти страны. Он выступил с заявлением перед журналистами в кулуарах Верховной Рады. В своем выступлении Лешко сообщил, что люди в стране голодают по вине собственных властей, которые перекладывают вину за все народные беды на президента России Владимира Путина. В Украине самый высокий уровень безработицы за последние 24 года. Падение роста ВВП. И все списывают на войну и на Путина. Нечего на зеркало пенять, если рожа крива. Причем тут Путин, если вы крадете? Причем тут Путин, если вы дурите людей? Если вы принимаете коррупционные и лоббистские законы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава республики отметил, что, несмотря на режим чрезвычайной ситуации, жалоб на горячую линию от местных жителей стало меньше. Удалось достичь стабильности. В вопросе температурного режима городских учреждений школы и детские сады полностью отапливаются. Раз в неделю соблюдение всех норм проверяет специальная комиссия. Штаб работает, органы власти находятся на местах. Как вы оцениваете сами ситуацию, какие меры предпринимаются? Как вообще экономика работает на сегодняшний день? Газоснабжение, водоснабжение, теплоснабжение было полностью во все ЧАЭС. У нас не отключался судовый завод. Практически, если были, там были аварии по турбинам, отделения, ремонт проходил в краткие сроки, и отключений никаких не было. Экономика у нас стабильна, как работала, так и работает на данный момент. Нарушений таких значительных нет. Доводим мы до населения, довели полностью, что сейчас какая ситуация с этим свининой у нас. Охранник Рустам Атимир Галиева просит пересмотреть приговор по делу о хищении более 300 килограммов золота от банка. Напомним, Вячеслав Задорожный принял непосредственное участие в мошеннической схеме по изъятию золотых украшений, а затем передал часть драгоценностей бывшему вице-премьеру Крыма. По данному факту, еще год назад правоохранители возбудили уголовное дело. Без органов прокуратуры и сил самобороны вряд ли удалось бы реализовать материалы по 159-й части 4-й. Это в отношении представителей первого заместителя, это Тимир Галиева и советника, председателя Совета Министров Васильченко. Это хищение средств Ощабанка, вывоз и хищение золота более 300 килограмм, 250 миллионов с Ощабанка. В ходе следствия Задорожный показал, что действовал по указанию своего работодателя Рустама Тимир Галиева. Осужденный полностью признал свою вину, однако посчитал приговор слишком строгим. Теперь он просит пересмотреть его. Верховный суд Крыма рассмотрит апелляцию 11 февраля. Правительство Крыма упростило процедуру оформления инвестиционных проектов на полуострове. Срок сокращен на 45 дней, сообщил министр экономического развития республики Валентин Демидов. Прежде для этого нужно было собрать целый пакет документов и пройти различные согласования. Теперь фиксируются только основные позиции по инвестпроектам. Договор заключается сразу после того, как желающий вложить деньги в развитие проекта гарантирует его осуществление. Задача построить систему, по которой для инвестора будет понятно, куда вложить. Построить механизм, по которому ему будет просто это сделать. И чтобы эта система четко и понятно давала ответы, какие выгоды получает государство, в частности республика Крым, от этих инвестиций. В свою очередь, директор корпорации развития Крыма Дмитрий Абрамов сообщил, уже это весной будут представлены новые инвестиционные проекты различной отраслевой направленности. Также на полуострове планируют создать три индустриальных парка в Евпатории, Бахчисарае и Феодосии. Это будут земельные участки промышленного назначения, обеспеченные всеми необходимыми коммуникациями. На этот бизнес-продукт и приходит уже конкретный партнер республики, можно называть его инвестором, можно партнером потенциальным, который уже не тратит время на реализацию первого этапа своего проекта и получает уже земельный участок, нужной площади с подведенной инженерной инфраструктурой. Ураганные ветер и проливные дожди ожидаются на полуострове. В связи с ухудшением погодных условий спасатели призвали крымчан придерживаться правил безопасности. А при необходимости проезда через Керченскую паромную переправу следить за изменениями в ее работе. В течение суток переправа работала в условиях штормового предупреждения. В среду днем движение паромов было приостановлено на пять часов из-за штормового ветра. На сегодняшний день для пассажирских перевозок на линии Кавказ-Крым задействовано четыре парома. Две заявки поступили в конце января на участие в аукционе по продаже движимого и недвижимого имущества санатория «Форос» ранее собственности Игоря Коломойского. Право на владение оспаривали между собой Федерация профсоюзов Республики Татарстан и севастопольское предприятие «Акар». О ходе торгов расскажет наш корреспондент Алексей Щербак. Национализированный санаторий «Форос» ранее находился в собственности скандально известного украинского олигарха Игоря Коломойского. Прежний владелец привел некогда процветающее учреждение в весьма непрезентабельное состояние. Республика выставила санаторий на аукцион. Начальная цена выставленного на торги имущества составляет 1 миллиард 421 миллион 474 тысячи рублей, в том числе НДС. Шаг аукциона составляет 71 миллион 73 тысячи 700 рублей. В ходе торгов аукционный шаг снизился ровно в 10 раз. В итоге санаторий был продан на 7 миллионов рублей, дороже своей оценочной стоимости. Последнее предложение. 1 миллиард 428 миллионов 581 тысяча триста семьдесят рублей. Три. Продан. Поздравляю победителя. Предлагаю победителя аукциона остаться для подписания протокола в определении победителя торгов и результатов торгов. Основному участнику аукциона спасибо за участие. Победителем аукциона стала Федерация профсоюзов Татарстана. Ее представитель заявил, что уже в этом году санаторий будет приведен в порядок. Планируется создать 400 рабочих мест, сохранить уникальный парк. Я думаю, что... Ну, очень бы хотелось верить, что мы своим поступком подадим пример другим социально ответственным предпринимателям российским, что в нынешнее трудное время, наверное, нужно вкладывать собственную страну, а не покупать яхту за 300 миллионов. Вот это вот моя личная гражданская позиция. Это уже третий по счету аукцион по продаже имущества Фороса. До последнего времени его убогое состояние отпугивало потенциальных покупателей. Знаете, как говорят, Бог любит троицу. Поэтому сегодня мы очень рады, что состоялся аукцион. Победитель нашелся, покупатель наш. Деньги, которые получены от реализации данного имущества, они будут направлены в Фонду защиты вкладчиков на покошение обманутым вкладчикам соответствующих денежных сумм, которые украинские банки им не компенсировали. Сами обманутые вкладчики тоже присутствовали на торгах. Результаты аукциона прозвучали для них весьма обнадеживающе. Мы контролируем, мы смотрим, потому что эти торги назначались уже много раз и много раз откладывались. И мы вообще, откровенно говоря, не думали, что в данной экономической, исторической и политической ситуации этот объект продаться. На очереди еще 42 национализированных объекта. В профильном министерстве рассчитывают, что и эти торги пройдут без особых заминок. Алексей Щербак, Александр Тягнеридно. Время новостей. Вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Раздорнинском районе не привела к росту цен на мясо. Об этом сообщил министр экономического развития Крыма Валентин Демидов. По его словам, сейчас ведется активная борьба со спекуляциями на рынке. Дефицита в мясной продукции нет сегодня в Крыму. Есть возможность увеличить завоз мясной продукции в Крым. У нас доля местных производителей порядка 17-20%. Остальное все пока завозится. Переговорили со всеми поставщиками. Все готовы увеличить, если необходимо. Цены в среднем не показывают роста. Кроме того, Демидов заверил, владельцам живого веса поголовье свиней, которые изымают для уничтожения, компенсируют его стоимость. И за минувший год детские сады Севастополя приняли 3700 детей. Об этом сообщил губернатор Сергей Миняйло. Сейчас в очереди стоят порядка 9 тысяч детей. В планах руководства города в этом году завершить капитальный ремонт двух учреждений и достроить один детсад в микрорайоне Казачья бухта. Это последнее сообщение данного выпуска. Мы продолжаем следить за событиями. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok